Виктор Неволин всегда делает акцент на личное общение с людьми, посещая территориальное управление Раменского городского округа, чтобы на месте изучить их проблемы, проверить, как реализуется уже начатая программа. На этот раз глава посетила деревню Вишняково Ганусовского территориального управления. Здесь проживает 500 многодетных семей. Несмотря на жаркую погоду, на встречу пришло много неравнодушных сельчан. Вопросов было несколько. Один из главных – строительство дорог. Строились ужасно. Здесь еще не было ни дорог, ничего. Сами все выпиливали, выкашивали, и машины здесь тонули. Но сейчас ситуация получше, но все равно проехать туда к нам, особенно если после дождей, нереально. Вся программа по строительству дорог для участков, которые выделены многодетным семьям, предусматривает четыре этапа. Первый этап был выполнен в 2020 году, в этом году будет выполняться второй этап, в 2022-м – третий, соответственно. И в 2023-м году уже финальная работа. Эти работы предусматривает в этом году финансирование порядка 30 миллионов. Это один из 70 километров дорог. Это целина, будем так говорить. Это лес, который надо выкорчевывать. Поэтому работа достаточно большая, объемная. Но мы к первому ноября этот этап работ завершим. Мы с 2017 года здесь ведем работы. То есть в 2017-2018 году мы проложили здесь порядка двух километров дорог. В 2020 году – километр. И сейчас Виктор Валентинович, Совет депутатов, принял решение о выделении средств на работы по… Мы будем устраивать чебеночный тип покрытия с дренажными системами. Здесь будет порядка километра 700. То есть будет обустроено в этом году. Плюс мы сделали дорожную карту, разбили на этапы. У нас все работы будут завершены по этому участку до 2023 года. Жители, которые здесь проживают, поднимают вопросы о доступности транспортной инфраструктуры, наличии социальных объектов, а именно детских садов, школ и водоснабжения. На сегодняшний день самым острым для них являются дороги, поэтому мы с него и начинаем. Уверен, что все планы, которые есть, и в том числе по социальным объектам, которые помогут немножечко почувствовать себя легче, учитывая, что это многодетные, нам удастся решить. Не остался без внимания вопрос социальной газификации. В эту программу входит соседняя деревня Нестерова. А в перспективу в данный проект может войти деревня Вишняково. Программа «Президентский проект. Социальная газификация». Первый офис был открыт вместе с нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым на территории Осеченок, Вялтовский сельский бывший округ. Она предусматривает возможность прокладки газопровода по магистральным сетям, по улицам, а уже подключение домовладений при наличии зарегистрированных прав, и если этот населенный, входит в населенный пункт, этот участок, позволяет подключиться к газопроводу с учетом базового пакета 80 тысяч рублей, там 150 тысяч, если в зависимости от оборудования, которое вы будете приобретать, если оно импортное, там подороже хочется. Эта программа предусматривает прокладку сетей бесплатно для жителей. Для этого они должны предъявить документы о праве собственности на строение, ну, паспорт и эту заявку подать в Нособлгаз. Подать заявку на социальную догазификацию можно двумя способами. Этому делается на сайте Мособлгаза, это очень удобно, там есть калькулятор, по которому можно рассчитать это все и иметь уже фиксированную стоимость этих работ, а также через офис социальный, который открыт у нас. Мы планируем открытие и второго офиса, который будет поближе для жителей, проживающих здесь, чтобы не ехать куда-то, а в ближайшем офисе провести эту работу. Обеспечение населения водой в деревне Вишняков находится на контроле администрации Раменского городского округа. Во время встречи было принято оперативное решение о строительстве общедоступных колодцев. Мы сделаем, в общем-то, они определяют место приблизительное, а уже специалисты, которые занимаются этими колодцами, они подъедут, посмотрят, где находится водоносный слой, и поставим общественные колодцы для того, чтобы люди не ездили, не возили воду в бутылках. Алена Иванова, Андрей Пластунов, Антон Карташов для программ Городские вести.